Вечер добрый! В эфире обратная связь. Проект, который позволяет вам, зрителям и нам, журналистам, получить ответы на самые острые, важные и сложные вопросы. Едва ли кто-то из нас еще месяц назад мог бы подумать, что можно получить огромный штраф или даже срок за то, что просто выйдешь на улицу. Сегодня это действительно возможно. Мы все оказались в совершенно новой реальности, с новыми правилами, в том числе новыми законами. Сегодня говорим о самоизоляции, карантине и ответственности для тех, кто все-таки нарушает правила. Наши гости заместитель председателя оперативного штаба, руководитель аппарата губернатора Дмитрий Владимирович Кулагин и начальник управления по вопросам миграции МВД России по Оренбургской области Рафик Исмогилович Куляев. Спасибо вам большое, что вы нашли время и пришли сюда, потому что для нас самих, наверное, очень важно разобраться во всех этих правилах, потому что мы, по крайней мере, журналисты, видим, что не все оренбургцы понимают даже разницу между самоизоляцией и условиями карантина. Объясните, пожалуйста, наверное, Дмитрий Владимирович, вам вопрос. В чем принципиальная разница и кто что должен делать? Добрый вечер, добрый вечер. Спасибо за то, что передача посвящена этой очень важной теме. И скажу честно, что и мы сами никогда не сталкивались с работой в столь сложном режиме, потому что, по счастью, никогда не было таких тревожных ситуаций. А сейчас, для того, чтобы сберечь жизнь и здоровье граждан, для того, чтобы обеспечить будущее, фактически и пошли власти на такие жесткие, непопулярные, но очень нужные в условиях распространения коронавирусной инфекции меры. Это действительно необходимость. И я очень просил бы телезрителей, чтобы с пониманием относились ко всем действиям, ко всем ограничениям, которые устанавливаются решениями органов государственной власти. Поверьте, это очень сложные и непростые решения, особенно то, что касается ограничения работы производственных коллективов, предпринимательских структур. Потому что это не только прекращение трудовой деятельности, это еще и ущерб бюджетам, это ущерб экономике. Но все-таки в данном случае господствует старый принцип, как раньше я помню в фильмах «Кошелек или жизнь?». Да, мы реально понимаем, что бизнес несет потери, несут потери бюджеты. И выработаны меры поддержки предпринимательской активности, поддержки тех, кто в результате принятых мер понесет ущерб. Но все-таки на первом месте стоит безопасность и здоровье граждан. И в соответствии с указом губернатора Оренбургской области, в области объявлен режим повышенной готовности. Это не чрезвычайная ситуация. Это не карантин в масштабах всего субъекта федерации. Тем более, что карантинные меры на той или иной территории устанавливаются и органами исполнительной власти, и решениями главных санитарных врачей. Это мера повышенной готовности. Самоизоляцию подразумевает пребывание человека по месту его постоянного проживания, либо в том месте, где он оказался волею судьбы, находясь в командировке или на отдыхе. Но у нас большей частью, безусловно, по месту проживания. И в данном случае он принимает на себя обязательство выполнять те требования, которые предписаны властями. Вот что можно, а что нельзя людям, ну всем нам, кто находится на самоизоляции? Ну, во-первых, жизнь не остановилась. И мы видим, что работают службы, которые обеспечивают нашу с вами жизнедеятельность. Работает общественный транспорт, работают продуктовые магазины, работают аптеки, работают салоны связи. В соответствии с указом губернатора, этим учреждениям и ряду некоторых других, таких как, допустим, ветеринарные службы, автосервисы, то есть те службы, без которых нельзя жить, они продолжают работать. Соответственно, на улицах мы наблюдаем движение людей. И понятное дело, что для тех, кто идет на работу с работой, ограничений, безусловно, не существует. Но нужно подтвердить, что ты находишься на улице не просто в целях прогулки, что ты находишься на улице для того, чтобы прибыть к месту работы или обратно. Для этого у человека обязательно должно быть подтверждение с места работы в виде справки, в виде служебного удостоверения, если на предприятиях таковые имеются. И предприятие должно подать заявление в орган местного самоуправления для того, чтобы быть внесенным в реестр предприятий, которые продолжают работу. Тогда ты можешь абсолютно находиться на работе. То, что касается человека, который, допустим, не работает, или предприятия, которые остановлены сейчас, то здесь, в соответствии с указом, предоставлена возможность передвигаться для покупки товаров первой необходимости в магазин и в аптеке. То есть надо просто подтвердить, с собой иметь обязательно паспорт, потому что в паспорте, хотя у нас разные есть ситуации, люди зарегистрированные в одном месте живут в другом, но в полиции работают тоже люди с пониманием, относящиеся к тем или иным моментам. И поэтому паспорт надо иметь, и сходить в магазин, и купить продукты, вернуться обратно можно. Вынести твердые коммунальные отходы до ближайшей контейнерной площадки можно. Осуществить выгул домашних животных можно. Причем тут не установлен километраж, допустим, или метраж в радиусе 100 метров от дома, где ты проживаешь. Не всегда это даже и возможно, потому что у нас, к сожалению, нет оборудованных площадок для выгула домашних животных, поэтому люди могут выходить в ближайшее удобное место, где можно выгулить собачку и немножко отдохнуть, подышать воздухом. Это возможно. Но в данном случае большей частью мы, конечно, ориентируемся не только на силовые меры. Полиция выполняет свои обязанности очень четко и вежливо, надо отдать должное. Мы все-таки ориентируемся на сознание граждан, потому что в данном случае меры приняты не для того, чтобы оградить кого-то, а не тебя. Эти меры направлены на сохранение здоровья самого человека. Поэтому ты, выполняя эти меры, заботишься о своем здоровье, о здоровье своих близких. А полиция, да, она выполняет свои функции. У нас действительно были примеры, когда пришлось даже направлять дело одного недобросовестного гражданина в суд. Но подчеркну, это единичный случай. Единичный. Очень хотелось бы, наверное, задать вопрос именно полиции, как все-таки отличить человека, который пошел до булочной, и человека, который решил, что у него каникулы. Да, вот как понять разницу, тем более, если мы говорим, что, ну, положа руку на сердце, далеко не все мы живем по прописке. Это понятно. Конечно, вопрос понятен. Я бы сперва хотел поздороваться с нашими уважаемыми телезрителями и вас поблагодарить за организацию данной телепередачи, потому что диалог, он очень важен. И наше общество, вот, в форме диалогов исполнительная власть, полиция. И если у нас диалог будет с населением, я думаю, у нас результаты будут, и мы эту напасть, конечно, сообща победим. Что касается затронутых здесь вопросов и в продолжении той темы, которую Дмитрий Владимирович спасибо озвучил, я бы хотел сразу сказать, что вот именно внимательное отношение с гражданами у нас начальником управления МВД генералом Камфом четко поставлена задача. Внимательное отношение к той ситуации, в которую попал гражданин. Ситуация может быть различная. То есть на месте разбирается, вплоть до оказания социальных услуг данному гражданину. Если, допустим, надо срочно куда-то доехать в больницу или надо помочь, ну, довезти, допустим, пожилой человек, мы готовы это сделать. Были подподобные ситуации? Ну, вы знаете, здесь мы как бы не хвалиться, мы свою работу делаем. Конечно, это все есть. Подсказать, консультацию дать. Совершенно верно, да. Это обязательные условия, и мы люди в погонах, указание начальника, оно выполняется в обязательном порядке. Своей стороны, я бы хотел добавить, что у нас, конечно, прежде всего, вот это ограничение, это повершение собственной безопасности граждан. И здесь я сразу хочу напомнить, что дети несовершеннолетние. Здесь передвигается исключение сопровождения родителей несовершеннолетних и для законных представителей. Соответственно, необходимо обеспечить ребенка средствами индивидуальной защиты. Это вот первое обязательное условие. Я знаю, что буквально за первые дни вот ужесточения режима сотрудники... Ограничительных мер. Ограничительных мер, да, да. Ограничительных мер. Абсолютно верно, согласна, да. Введение более, так скажем, серьезных правил, да, то есть проводились первые рейды, и на улицах видели достаточно большое количество подростков, которые, ну, в общем-то, гуляли и без родителей, и без масок, да. Вот что с ними делали, куда их... Ну, у нас, во-первых, есть закон Оренбургской области, в котором четко прописан режим пребывания несовершеннолетних, особенно в ночное время, зимой, это с 23.00 до 6.00 утра они вообще не имеют права находиться. А в летний период с 22.00 до 6.00 за это предусмотрена административная ответственность. Соответственно, вот по этой статье, ну, к сожалению, были привлечены родители. У нас, я могу сказать, цифры, это 174 факта такие есть. Понимаете, самое главное, что полиция здесь не в плане карательный какой-то орган, неотвративность реагирования на нарушение правил самоизоляции. Вот опять же, да, мы говорим о том, что в максимально короткие сроки появилась новая нормативная база, законодательная база, в том числе практика, да. То есть еще несколько месяцев назад, ну, то есть какое-то наказание за нарушение карантинного режима самоизоляции, его не было, да и самого понятия мы, в общем-то, не знали. Сейчас это все введено на уровне государства, то есть, в общем-то, есть необходимость, да. То есть, если у нас не будет какого-то сдерживающего фактора, то, наверное, одними объяснениями... Абсолютно точно. Никак, да? Да, то есть, мы же, допустим, гражданин, если он первый раз выявлен факт нарушения режима самоизоляции, никаких драконовских мер не применяется, выдается предостережение в письменной форме, человек предупрежден. Фактически, еще раз напоминается, сиди дома, человек. Совершенно верно. Если уже вот тот случай, когда Дмитрий Владимирович приводил, соответственно, человек... Подождем, если можно, чуть подробнее, да, это очень интересно. Ну, здесь подробно, как человеку был выявлен факт нарушения режима самоизоляции, было вынесено предостережение о том, что недопустимость такого факта. Тем более, каждый факт, вы же понимаете, цепная реакция граждан видит, ему можно, значит, и мне можно. Соответственно, при повторном выявлении данным гражданина режима самоизоляции, он уже был привлечен к административной ответственности, потому что это административно влекущее деяние. Закон сам. Какие санкции есть, да? То есть, что грозит человеку, который не хочет принципиально нарушать режим самоизоляции? Вот что ему за это может грозить? Ну, здесь, в зависимости, конечно, от ситуации, мы можем с вами только сейчас моделировать ситуацию. Конечно, да. Есть вилка какая-то. Да, такая ситуация, допустим, у нас вот до этого было буквально до тысячи рублей, до введения, ужесточения санкции. А сейчас уже у нас, допустим, граждане, это от 15 до 40 тысяч рублей по определенным статьям. Это 6-3 нарушения законодательства области обеспечения санитарно-эпидемиологических благополучия населения. И, соответственно, должна слилиться от 50 до 150 тысяч. И юридические лица от 200 до 50 тысяч или приостановление деятельности на срок до 90 суток. До 500 тысяч. До 500 тысяч, да. То есть, это мы ведем речь о тех, так скажем, коммерсантах, которые, ну вот, отказывались закончить деятельность? Нет, в данном случае речь идет о статье 6-3 Кодекса административных правонарушений, которая подразумевает нарушение или невыполнение требований в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия. То есть, здесь могут быть самые разные виды противоправной деятельности. Это и несоблюдение режима ограничения работы предприятий, несоблюдение режима самоизоляции. То есть, все зависит от конкретного случая. Ну, тут же я еще хотел бы уточнить, ведь это только именно нарушение законодательства в этой сфере. А у нас еще есть моменты сейчас распространения средств массовой информации. Недостоверная информация. Совершенно верно. Недостоверная информация. Это тоже у нас отрабатывается. Это предусмотрено административным кодексом, статья 13-15. Мы ведем речь именно о СМИ или в том числе о, так скажем, горожанах, которые распространяют эти слухи в социальных сетях? Да, совершенно верно. Мы мониторим все средства массовой информации, и, соответственно, распространение такое, оно, во-первых, не делает чести, и, во-вторых, оно однозначно, неотвратимо, я уже говорил, реагирует на эти однозначно. Мы вот сейчас 10 фактов у нас уже административное производство идет. Я бы хотела, если можно, закончить с режимом сиди дома, проще говоря. Я примерно понимаю, как эта работа должна выглядеть в городе, да, то есть я вижу достаточно большое количество сотрудников полиции на улицах, я вижу какие-то патрули, я вижу, что слышу, что с достаточно частой периодичностью по улицам ездят машины, которые напоминают жителям города, что необходимо быть дома, что у нас вот такой не совсем привычный для всех нас режим, да, в селах, как это реально осуществляется, и вообще возможно ли это сделать? То есть если село там на 300-400 человек жить... А это еще проще, по большому счету, потому что, во-первых, у нас в селах очень развит институт старост, а во-вторых, глава муниципального образования знает практически каждую семью, каждого человека. Ситуацию в каждом доме, и поэтому как раз в селах, в небольших населенных пунктах этот вопрос решается более эффективно, тем более, что, ну, давайте прямо скажем, в селах и соблазнов-то поменьше. Все-таки здесь, в городе Оренбурге, либо куда-нибудь там пойти, в общественное пространство погулять, либо, если работали бы торгово-развлекательные центры, там, большой объем удовольствий. Все-таки в селах это более ограничено такое пространство. Ну, и справедливости надо сказать, что сельские жители чаще показывают больше дисциплинированность. Хотя вот сейчас я смотрю и вечером, и утром, и проезжаю, и прохожу по улицам города, стараюсь, не нарушая режим самоизоляции, все-таки я продолжаю трудовую деятельность, да, где-то постараться пешочком пройтись до рабочего места. Надо отметить, что люди с пониманием относятся, за что большое спасибо. Я добавлю, что она, вот эта проблема распространения коронавируса, она актуальна везде на сегодняшний день. Село, город, то есть мы в последние события это подтвердили. Но, несмотря на вот эти вот сложности или специфику этой работы, даже психологической работы с населением, у нас более 500 участковых и полномочных полиции работают, они настроены на эту работу. И вот, мне сказал, мы однозначно оказываем все возможные содействия исполнительной власти. А потом надо понимать, что в контроле за обеспечением режима самоизоляции у нас работают не только гражданские власти, мы без полиции ничего не сделали. У нас в эту работу включены и сотрудники управления войск национальной гвардии, и сотрудники главного управления министерства по чрезвычайным ситуациям. Поэтому мы работаем вот такой достаточно большой дружной командой, и в том числе с привлечением общественников. Допустим, ну вот меня просто поражает такая вот ответственная позиция Оренбургской епархии, Русской Православной Церкви. Они настолько переживают, звонят, консультируются, а вот будет священнослужитель идти в храм, хотя мы знаем, что даже патриарх Московской всей Руси призвал ограничить посещение храмов. Это очень тяжело ему было произносить эти слова, но в интересах здоровья граждан церковь пошла на это. Но тем не менее священники все равно ходят на службу и в церковь, и очень много священнослужителей обращаются к нам за разъяснением. А вот мы идем на службу, а к нам подойдет сотрудник полиции, имеем ли мы право. То есть люди вот именно такой гражданской позиции тоже помогают нам. Пытаются выяснить, как правильно и как нужно. Конечно, очень много звонков. Мы же создали колл-центр, то есть многоканальная линия, по которой можно получить помощь и поддержку. И я хотел бы сразу принести извинения за то, что в первый день эта линия просто настолько была перегружена, что, к сожалению, большая часть звонков не дошли, реально стояли в очереди. Но сейчас вопрос снят, у нас количество операторов, которые находятся на приеме телефонных звонков, увеличилось не просто в разы, а многократно увеличилось. И сейчас мы эту проблему сняли, дозвониться уже гораздо легче. И очень много людей просили, разъясните, что мы можем, что не можем. То есть это как раз и проявление такого законопослушного поведения. Может быть, есть какая-то цифра, сколько было, ну хотя бы примерно? В первый день было 8 тысяч звонков. Очень большая цифра, безусловно. Сейчас в день где-то у нас идет полторы-две тысячи звонков. То есть понятно, что первый день ограничений, это день самый сложный, это день, который у людей вызвало наибольшее количество вопросов. Сейчас накал вот такой спал, тем более, что я бы хотел напомнить, в соответствии с постановлением правительства, многим предприятиям, отнесенным в список, занесенным в список, который утвержден постановлением правительства, разрешено приступить к исполнению обязанностей. И в первую очередь это касается производственных отраслей и сфер, где нет массового пребывания людей. Я имею в виду скученности, вот такой большой, как в торговых центрах. Как бы это ни было печально, но пока торговые центры, бассейны, кинотеатры, развлекательные учреждения, они продолжают оставаться на карантине, они закрыты для доступа людей. Но это еще раз подчеркну в интересах людей. А производственные коллективы ряда, ряда отраслей, да, он достаточно широкий перечень, но далеко не все предприятия попали в этот список, начали работать. Если можно, все-таки вот о, так скажем, людях, которые не понимают и, наверное, понимать не очень хотят. Я так понимаю, такие всегда будут. Это какой-то такой, ну, демонстративный протест, что ли. А мне вот правила не писаны, да. Сколько уже на сегодняшний день оренбуржцев были оштрафованы или материалы, вот по их, так скажем, нарушениям, были переданы в суд за нарушение именно правил самоизоляции? Мы сейчас про изоляцию говорим только. Вы знаете, я хочу сказать, что вот по результатам моей сегодняшней передачи и всей работы, которую проводят правоохранительные органы, Росгвардии, МЧС, и большое им спасибо за это. Я думаю, что тема вашей передачи «Обратная связь» будет, и люди отнесутся с пониманием. Потому что я хочу поблагодарить жителей Оренбургской области с пониманием, основная масса относится. Вот действительно с пониманием и консультируются у нас. Действительно у нас первый день, только у нас за один час было 150 звонков, дежурную часть и по различным вопросам. На сегодняшний день цифра на более 6 тысяч граждан у нас привлечены к административной ответственности по различным направлениям, что касается именно профилактики распространения коронавируса. Мы вынуждены прерваться буквально на одну секунду. Через несколько минут мы снова вернемся в студии. Поговорим о том, чем карантин отличается от обычной самоизоляции, как не стать жертвой мошенников, промышляющих на кризисе, ну и о других тонкостях нашей новой реальности. Не переключайтесь. Мы снова в студии «Обратной связи», проекта, который позволяет получить ответы на самые острые вопросы. Наши гости заместите председателя оперативного штаба, руководителя аппарата губернатора Дмитрия Владимировича Кулагина и начальника областного управления по вопросам миграции Рафика Смогилович Куляев. Мы говорим о новой реальности, ее новых законах. В первой части нашей программы мы обсуждали, как вести себя в режиме самоизоляции, как отличить граждан законопослушных, которых оказалось все-таки подавляющее большинство, и как сотрудники полиции работают с теми, кто категорически не хочет соблюдать, так скажем, новые правила. Сейчас, наверное, поговорим о самой, ну, в прямом и переносном смысле болезненной теме – это карантин, условия карантина. Если вот я правильно понимаю, то они особые для тех людей, кто либо приехал откуда-то из других стран или регионов, либо у кого есть, так скажем, обоснованные подозрения на возможность заражения коронавирусом. Я правильно понимаю, Дмитрий Владимирович? Ну, давайте вот все-таки мы будем так вот четко разбираться. Карантин – это режим. И если карантин вводится на определенную территорию, то там очень жесткие ограничения. Очень жесткие ограничения. Допустим, может быть закрыт въезд и выезд на территории, передвижение по территориям ограничивается на автомобильном транспорте, вплоть до полного прекращения передвижения. Может быть установлен временной режим, когда можно находиться на улице, или вообще таковой может быть не присутствовать. Это очень жесткие правила. В данном случае мы говорим больше о режиме самоизоляции, в том числе и для тех, кто прибыл из-за пределов Оренбургской области. Причем, если на первых этапах вот этой ситуации мы говорили, и в первую очередь обращали внимание на наших земляков, которые прибыли из-за пределов нашей страны, находясь в командировке, на отдыхе, то теперь по прошествии времени, по истечении, скажем так, вот этого периода, когда проявляются симптомы болезни, и когда закончился поток наших оренбуржцев из-за пределов нашей страны, мы в данном случае больше внимания уделяем тем, кто прибыл в Оренбургскую область из-за пределов Оренбуржья. То есть, в первую очередь, из тех регионов, где, к сожалению, эта зараза бушует очень сильно, и не сравнить с показателями Оренбургской области, по счастью, хотя мы, безусловно, сопереживаем и за ситуацию в Москве, и в Коме, где гораздо больше распространения инфекции получает. Но указом губернатора четко установлено. Ты прибыл из-за рубежа, две недели будь добр, находись дома на самоизоляции. Причем в указе достаточно жестко сказано – обязать лиц, прибывших из-за рубежа. Но и эта обязанность распространяется на лиц, которые прибыли в Оренбургскую область из-за пределов Оренбуржья, из-за других регионов нашей страны. Вот я просил бы на это обратить внимание. У нас очень много сейчас ребят-студентов, которые находятся на дистанционном обучении, и понимая, что это ни день, ни два, они просто приехали сюда к родителям и здесь находятся. Это не каникулы, это не повод, чтобы шарахаться по улицам и проводить веселые вечеринки с друзьями. Учитесь дистанционно, но при этом находитесь дома. Потому что, к сожалению, вот те факты, они не многочисленные в Оренбургской области, не многочисленные. Но те факты, которые выявлены, показали, что ряд источников распространения инфекции, это не только наши земляки, побывавшие за рубежом, это те, кто привезли уже симптомы болезни из Москвы или из других регионов. Вот очень хочется понять, как выявляются эти люди. То есть когда, если мы ведем речь о, так скажем, людях, которые прилетели после какого-то заграничного тура, то здесь все более-менее понятно, потому что явно есть списки, есть аэропорты, есть вокзалы, еще что-то. Если, допустим, человек, ну вот, не знаю, я сегодня утром встала, поехала на личном авто до Уфы по каким-нибудь делам, допустим, на час, на два, я вернулась обратно, это отслеживается как-то, как дорожные камеры, патрули, что вот, где меня будут? Давайте я начну. Вот мы благодарны управлению Министерства внутренних дел, потому что сейчас фактически на всех дорогах, ведущих в Оренбургскую область, стоят патрули ГИБДД. Причем они стоят не только выполняя свои профессиональные функции, поддержание общественного порядка на дорогах, они проводят анкетирование всех лиц, которые автомобильным транспортом въезжают на территорию Оренбургской области. Причем в последней редакции указа у губернатора в субботу, когда губернатор подписал, там четко сказано, обязать всех заполнять анкету. И у сотрудников полиции теперь есть ссылка на указ нашего губернатора. Да, вообще никаких нет ограничений. Потом эти анкеты обобщаются, и мы смотрим, если человек едет в Оренбургскую область, и постоянный адрес места жительства, и вот, допустим, там Москва, то это, соответственно, уже, человек сам подал эти данные, то, соответственно, уже не будет никаких удивлений, да, если доктор поинтересуется состоянием здоровья. Он приехал, допустим, он живет в Москве, но приехал на период вот этих ограничений сюда в гости к семье. Соответственно, если, не дай бог, он привез с собой какие-то неприятные симптомы, то это может распространиться и на Оренбургсов, постоянно проживающих здесь. Поэтому официальный человек, заполняя анкету, оставляет телефон, адрес места жительства, и уже врачи могут с ним осуществлять эту работу. По авиаперелету, при приземлении самолетов, наверное, кто приезжал в последнее время в аэропорт Оренбург, встречают работники потребнадзора, тоже заполняется анкета. Поэтому абсолютно на законных оставаниях, соблюдением тайны персональных данных для дальнейшей индивидуальной работы докторов с людьми, которые прибыли к нам, и заполняются эти анкеты. То есть, еще раз, да, любой оренбуржец, покидая по, так скажем, какому-то делу территорию Оренбургской области, будет ехать мимо вот этого поста, Возвращаясь, потому что если человек уезжает, то там он встречает власти уже другого региона. Это дальше его проблема. Вернувшись к нам, да, то есть он обязан будет заполнить эту анкету и на две, собственно, недели сесть в карантин или на самоизоляцию? Самоизоляцию. Самоизоляцию, да. Самоизоляция. Причем мы прекрасно понимаем, что ситуации могут быть самые разные. Допустим, человек вернулся из командировки, ему нужно выходить на работу. Да, вот мы сейчас тоже, допустим, органы государственной власти, нам же приходится отправлять людей в командировки. Мы сейчас прекратили все командировки и даже и за пределы области, само собой, и по области ограничили, не потому что там власть испугалась, да. Ну, во-первых, по области сейчас ездить в командировки с какими-то проверками, это значит отвлекать местные власти от текущей работы. А вот за пределы области, особенно вот в центре, где бушует эта эпидемия, пандемия или больше имеет распространение, но это значит риск, что не просто мы человека можем подвергнуть опасности, он может еще привести и здесь распространять эту болезнь. Поэтому командировки ограничены. И мы заботимся о своем субъекте федерации. Когда человек выезжает в Башкортостан, допустим, там уже его принимают заботливые башкирские власти, они уже с ним работают. А нас волнует наш регион. Мы несем ответственность за жизнь и здоровье оренбуржцев. Поэтому мы работаем на въезд. Причем ситуацию могут быть самые разные. Дальнобойщик привез продукты, да, допустим, там откуда-то разгрузился и уезжают. В данном случае режим самоизоляции на него не действует. Но работодатель, который принимает в данном случае этого дальнобойщика, обязан быстренько разгрузить и отправить его. До свидания. Езжай в тот регион, в который ты приехал, чтобы минимизировать контакты. Зачем нам две недели здесь его держать и где? В гостинице? Ну, конечно, да, да, да. Зачем? Да, то есть вот приехал дальнобойщик, разгрузился и быстренько уезжай обратно. После заполнения анкеты. После заполнения анкеты, разумеется, на въезде в Оренбургскую область. Сотрудники полиции это делают. А вот наш земляк, который вернулся, ну вот здесь уже, дружище, пожалуйста, будь добр, побудь две недели дома. Были данные о людях, которые не успели, так скажем, покинуть территорию Оренбургской области до того, как Казахстан официально закрыл границы, если я правильно понимаю, речь шла о гражданах Киргизии. Да, вот что с ними на сегодняшний день, где они все-таки размещены? То есть я напомню, порядка ста жителей другого государства. Меньше чуть-чуть, да? 74 сейчас из них большинство, это граждан Киргизии, буквально 5 человек Узбекистана и Таджикистана. Соответственно, они находятся... Они просто не успели выехать до того, как наши, так скажем, соседи закрыли границы. Ну, это вопрос все-таки взаимодействия Министерства иностранных дел. Исполнительные власти предоставлены по возможности им и автостоянка, и возможности проживания. Соответственно, там эти вопросы будут решаться, но согласитесь, это граждане иностранного государства. Ну, конечно, да. Две составляющие, полицейская и наша гражданская. Да, наверное, вот... То, что касается полицейской составляющей, это вот контроль, создание условий, защита, в том числе, этих несчастных людей. По большому счету, они несчастные. Конечно, конечно, они здесь застряли. Мы им регистрируем, продлеваем миграционный учет, то есть они находятся законно. То есть, чтобы, по крайней мере, да, то есть они не были, так скажем, преступниками правонарушителей. Они находятся законно, мы продлеваем миграционный учет, соответственно, они ждут решения, которые примут Министерство иностранных дел, ну, не знаю... Даже президенты, по большому счету. Ну, на уровне президентов, да. Самое главное все-таки в завершении нашего эфира поговорить об Оренбургсах, о тех, наверное, чье внимание должно быть наиболее к себе и собственным действием должно быть наиболее серьезным. Я почему хочу об этом поговорить именно в финале. История с Октябрьским районом, ну, наверное, такая лакмусовая бумажка, что все-таки мы, наверное, не до конца все понимаем, насколько это серьезно. Я напомню, в Октябрьском районе целое село, власти региона были вынуждены официально закрыть на карантин. Вот да, там карантин. Там именно карантин, то есть абсолютно запрещен въезд, выезд, то есть все жители находятся под очень пристальным вниманием и медиков, и, так скажем, правоохранительных органов, потому что одна из жительниц, вернувшись из Москвы, в общем, в целом у нее подтвержденный диагноз, я так понимаю, ковид, она общалась буквально со всем селом. Там у нас в первую очередь пришлось одного жителя действительно госпитализировать, но ему требуется постоянная медицинская помощь, которой в селе нет, и ему нужно каждый день ездить в Оренбург. А поскольку передвигаться действительно нельзя, то его просто в отдельную палату поместили здесь в Оренбург для оказания такой системной медицинской помощи. Но в целом понимание жителей есть. То есть есть понимание, все-таки у нас были не очень верные данные. Да, ну, знаете, вот получается так, что из-за легкомысленного поведения одного человека, ну, ты знаешь, что у тебя есть симптомы, проверься, посмотри на себя, о своем здоровье позаботься, своих близких. Ну, зачем подвергать опасности в условиях, вот, когда непонятно, какой природы у тебя кашель, проявление ОРВИ. Ну, зачем? Нет, ну, понятно, что была уважительная причина, похороны, приехать в село, как бы проводить в последний путь человека. Но в данном случае, ну, наверное, надо понимать, что, ну, просто можно, это может быть, ну, один из последних дней твоей жизни. Да, это один из последних дней твоей жизни. Наверное, надо немножко поответственнее относиться, поответственнее относиться к своему здоровью. Но меры, которым пришлось прибегнуть властям, и Октябрьского района, и Оренбургской области, и села непосредственно, очень жесткие, вот, никакие они там, в данном случае, не карательные, просто закрыты. Это безопасность. Нет, 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 я добавлю, законные и обоснованные. Ну, конечно. Это непреложные условия, законность и обоснованность. Магазин работает, людей кормят, все, что необходимо, все услуги они получают, за скотиной они могут ухаживать, потому что для селянина там оставить свою кормилицу корову без внимания, это, по-моему, действительно смерть и подобное. То есть жизнь в селе идет, но в закрытом пространстве. Но я хочу сказать одно, что вот когда вот эта ситуация начала стремительно развиваться, все службы, взаимодействия, все решения были приняты очень оперативно. И одному богу известно, что мы смогли локализовать вот введением карантина на отдельной территории. Наверное, вот эта история должна стать для нас, для всех таким очень, может быть, ярким уроком, что если мы не будем соблюдать ограничения мизерные, я сейчас говорю о режиме самоизоляции, то, к сожалению, есть риски столкнуться с гораздо более жесткими и менее приятными ограничениями для всех нас. Тем более, Елена, если позволите еще, указ губернатора установил ограничения вот не до 30-го числа, как президент предоставил возможность выходных, а у нас до 12-го числа. Но это не значит, что как бы 12-м все ограничится. Нам бы очень хотелось, чтобы вот за эту неделю ситуация изменилась к лучшему. Она не меняется к худшему. Ну, хотелось бы к лучшему какую-то подвижку. Она начала меняться к лучшему, потому что, конечно, это не сахар сидеть запертым в квартире, это не сахар, когда не работает предприятие, нет доходов для того, чтобы жить. Но на конец недели губернатор будет смотреть, слушать доклады медиков, министра здравоохранения, вице-губернатора, и после этого будет приниматься решение либо продление в полном объеме ограничительных мер, либо продление ограничительных мер в некотором усеченном объеме, либо послабление ограничительных мер, а может быть даже хотелось бы и окончательное. Мы будем надеяться на лучшее, я вынуждена закругляться, потому что наше время вышло. Спасибо вам большое, господа, что вы согласились, нашли время, и я думаю, теперь еще многое станет нам понятнее. Спасибо, что вы согласились и нашли время. Всего доброго, до свидания. До свидания.